Вопрос отмены бесплатного общественного транспорта в столице вызвал споры среди членов новой коалиции в Таллинском горсобрании. Напомним, что об этой идее особенно активно заявляли представители партии «Реформа», утверждая, что деньги, выделяемые на бесплатный общественный транспорт, можно было бы использовать по-другому. Но в результате переговоров социал-демократы и партия Исама уже заявили о своей позиции, что отменять транспорт в его нынешнем виде нельзя. Об этом также и сообщил сегодня председатель Таллинского городского собрания. Да и сами жители города также утверждают, что его ликвидация не приведет ни к чему хорошему. Это показывают и результаты опроса, проведенного агентством «Нордстат», в результате которого выяснилось, что 82% горожан утверждают, что относятся к идее отмены бесплатного общественного транспорта отрицательно или скорее отрицательно, 14% положительно или скорее положительно, а 4% затруднились с ответом. Отрицательно отношусь. Сейчас транспорт бесплатный, работает отлично. Качество транспорта, как вы к этому относитесь? Ну просто отлично, часы можно проверять по транспорту. Лучше бесплатно, я считаю, да, и как бы это для всего населения Таллина, потому что, вы знаете, сейчас проблемы с ценами, вот я как пенсионерка, ладно там, да, а ведь есть у которых маленькие дети, дети учатся, какие-то кружки. Ну, а ведь, наверное, как-то вот считаться с этим, я считаю, что бесплатный транспорт, то это очень хорошо общественно. Находящаяся теперь в оппозиции в горсобрании Таллина Центрийская партия между тем считает, что несмотря на обещания коалиции, столичный общественный транспорт может ожидать та же самая участь, что и транспорт уездный, который, напомним, был также бесплатным, но с 22 января нынешнего года перестал таким быть. Я напомню, что на государственном уровне уездный бесплатный общественный транспорт уже отменен. И точно так же говорили, что социал-демократы, что мы против отмены бесплатного общественного транспорта в уездах. Напомню, что портфель министра региональных дел принадлежит как раз социал-демократам, и он же своими же руками этот бесплатный общественный транспорт и задушил на уездном уровне. И теперь эти самые партии, по большому счету, эти же самые люди пришли к власти к городу и говорят, что пока сейчас до выборов мы это делать не будем. Но понятно, что если они утвердятся во власть, то сделают это в любом случае. Конечно же, мнение как за, так и против бесплатного общественного транспорта имеют право на существование, но нельзя забывать, что помимо такая система транспорта действует в Таллине с 2013 года, и данная инициатива, помимо поддержки подавляющего числа горожан, вызвала большой интерес в других странах. Так, например, в конце прошлого года в регионе Монпелье во Франции отменили плату за проезд в общественном транспорте, используя опыт Таллина. То есть получается, что один европейский город показал хороший пример другим европейским городам. Сергей Овченков, Роман Васильев. Новости Таллина. Роман Васильев. Новости Таллина.